Никто так искренне не говорит о наших достижениях, как наши школьные учителя. А КВН это тоже школа. Вот и подошел к концу, 52-й учебный год в нашей школе. Сегодня прозвенит звонок и вы разлетитесь. Сегодня на торжественной линейке присутствует наш директор Александр Васильевич и наши учителя Валдис Пельш, учитель музыки, Андрей Макаревич, учитель учителя музыки. Редкая школа может похвастаться тем, что на линейке присутствует трудовик. Спасибо, Миша Ефремов. Кстати, стул, на котором сидит Миша, он сделал сам. Юлий Гусман, учитель математики. Елена Зимбаева, учитель физкультуры. И Александр Жуков, учитель математики физкультуры. Вдвойне приятно, что на линейку пришел директор Первого канала Константин Львович Ирнст. Самых достойных выпускников знает вся страна. Это и Миша Галустян, и многие другие. Грустно звенит наш последний звонок. В школе начальной закончен урок. Слышите, слышите, звон голосов. Много мы здесь проучились часов. Простите, честно. Я вижу, что после этого стихотворения на глазах у наших учителей наворачиваются слезы. Особенно у Константина Львовича. Еще бы, слушать такую ересь, зная, сколько стоит минута эфира на Первом канале. Сегодня из самой лучшей школы российского телевидения выпускаются Ваня Абрамов, Азамат Мусогалиев и Игорь Ласточкин. Вы спросите, кто я? Просто классная Ольга Картункова. Азамат Мусогалиев, пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня все капитаны говорят о своих личных достижениях. К своим 29 годам у меня два личных достижения. И обе девочки. Две моих дочери. Две принцессы. Ну, не то, чтобы я король. Две принцессы, я их так называю. Две маленькие женщины. И родила мне их тоже женщина. И помогает воспитывать их женщина, которая родила мою любимую женщину. И женщина, которая родила мужчину для моей любимой женщины. Кстати, свою маму так я никогда еще не называл. А женщине много писал Пушкин. Женщину много рисовал Рубенс. И очень много материл Алексей Панин. Кстати, только что произошло историческое событие. Впервые в одной шутке встретились Пушкин, Рубенс и человек, который мало знаком с их творчеством. Некоторые женщины, например, Ангела Меркель, обижаются, когда... Место разбудить нас серед ночи. Уначе детей наполних руды. Их послушивают. Ну, потому что, как женщине, ей, может быть, хотелось, чтобы за ней еще и подглядывали. И мне сейчас понятно, почему женщины живут дольше нас. Ну, должны же они хоть когда-то от нас отдыхать. Ведь мы обещаем бросить все к их ногам, но каждый вечер пятницы бросаем к их ногам только самих себя. Ладно, это все слова. Женщины ценят нас, мужчин, за поступки. Поэтому я сейчас сделаю то, что обещал сделать своей жене 7 лет назад, когда начал играть в КВН. Вика, я тебя люблю. Вот, мужик сказал, мужик сделал. Пусть даже через 7 лет. Спасибо. И выслушаем Игоря Ласточкина. Пожалуйста, Игорь. Мое самое главное личное достижение – это моя хорошая физическая форма. И сейчас я вам это продемонстрирую. Вот видите, вся Украина на ушах стоит, и я туда же. В таком положении я могу простоять 3 часа. Это мой рекорд, о котором вы вряд ли знали. Сегодня я хочу рассказать о других малоизвестных рекордах. О которых вы тоже вряд ли знали. Ну, к примеру. 12 тонн селедки пришлось погрузить в фуру дальнобойщика Сергеева, чтобы отбить запах его перегара после майских праздников. Самая застенчивая подмосковная проститутка так долго не могла признаться, кем она работает, что дальнобойщик довез ее до Иркутска. Сто баллов набрал в караоке дагестанский абитуриент, который хотел поступить в консерваторию. Так, на этом листочке у меня шутки закончились. Азамат, по-братски переверни листочек, пожалуйста. Осторожно. Россия, помоги, Россия, помоги. Это не по-братски, я так не вижу, пожалуйста. Вот так вот, спасибо. Давайте еще поддержим, поддержим. Спасибо. Ну и еще несколько рекордов. Четыре раза толпа вызывала на бис-группу комбинация, прежде чем удалось попасть в солистку пластиковой бутылкой. Пять ключевых поворотов сюжета и четыре смерти пришлось пережить слушателям во время свадебного тоста Бориса Акунина. Ну и, наконец, 38 попугаев. Такова длина тормозного пути фуры в Африке. В конце мне хочется сказать, что мне на самом деле все равно, какие баллы сегодня поставят нашей команде. Можете ставить даже двойки. В таком положении я буду видеть совсем другие оценки. Спасибо. Спасибо капитанам за демонстрацию своих личностей.